МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине на интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в суде Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Тестовый отвод тяжелой техники продолжается. Как реагируют боевики? Годовщина от сжатия Крыма. Какой государственный праздник появился по этому поводу в России? Зачистка протестующих у стен Натсбанка. Дежавю или... КРИКИ! 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 Первый шаг сделан. Пушки молчат. Пусть не все, но некоторые теперь выполнение своей части минских договоренностей должны продемонстрировать боевики. Как отводится украинская техника, своими глазами видел Максим Кошелев. Он в зоне АТО. Украинская армия в очередной раз показывает, что придерживается минских договоренностей и отводит тяжелое вооружение от линии боестолкновения. Еще недавно эти орудия защищали Дебальцевское направление, стояли в Попасной. И вот теперь колонна в сборе и готова выдвигаться, отходить от этой условной линии. Солдаты надеются, что это же сделают и боевики, но правда не особо верят. Мы надеемся, что будет, а там кто его знает. Уже сколько таких было отводов, а толпы не какого. Кроме десятков украинских и зарубежных журналистов, за отводом артиллерии наблюдают представители ОБСЕ. Главное, чтобы они зафиксировали то, что Украина придерживается минских договоренностей. Мы тут с самого утра и готовы остаться, если все затянется. Надеемся увидеть, что в ближайшие дни будет отведено еще больше боевой техники. Украина сделала первый шаг. Теперь дело за ДНР и ЛНР. Отведут ли они свое вооружение? А пока у многих есть вопрос, не останутся ли на передовой наши бойцы без артиллерийской поддержки. В Генштабе уверяют, не останутся. Если боевики не прекратят обстрелить наши позиции, если боевики не станут выполнять положение Минского меморандума и протоколу, мы скоригуем графики отведения нашего оружия с метою забеспечить безопасность особого склада. Сейчас, пользуясь небольшой передышкой, артиллеристы не сидят сложа руки. Они чинят свои тягачи и приводят в порядок орудия. У меня сегодня с женой 21 лет, как мы расписались. Ну, я ей передаю привет, что я ее люблю сильно-сильно. Я обожаю, чтобы у меня брат, как я вернусь из Дебальцева, будет со своей семьей. Да, Бог имел, вернемся все живыми. Максим Коршев, Владимир Самченко. Подробности в телеканал Интер. О том, что украинская артиллерия может вернуться на прежнее место дислокации, говорил сегодня и президент. Петр Порошенко отметил, что отвод военной техники – это первый тестовый шаг. Дальше все будет зависеть от того, как поведут себя боевики. Пока договоренности, по словам главы государства, они нарушают. В будь-який час, в будь-який момент наши войскови готовы повернуть технику на попередние рубежи и втислий, в найкоротший термин дати відсвеч ворогу. А ситуация на границе Донецкой и Луганской областей расскажет Станислав Кухарчук. Он с нами на связи. Стас, здравствуй. Какие новости? Да, Наташа, сейчас на границе Донецкой и Луганской областей относительное затишье. Взрывы были слышны только в районе Дебальцево. И вот сегодня нам удалось побывать на позициях наших военных в Попасной. Последние два дня там не стреляют, но до этого был настоящий ад. Если полностью тихо, то вчера тихо было. А так каждый вечер стреляли. А до тех поремня началось? Да. Три раза на деться не меньше. А так, 22 числа 12 раз, 7 раз в Радами и 5 раз. И вот по наблюдениям наших военных, в отличие от украинской армии, похоже, что террористы свое тяжелое вооружение с линии соприкосновения отводить не собираются. Складаются вражения, какие-то затишья передворю. Дивлячись наши новини, дивишься, коли наши удводят технику. Я еще не слышал ни разу, чтобы они в своих разговорах говорили про то, что будут отводить какую-то технику. Боевики били не только по позициям наших военных, но и по самому городу. От прямого попадания там буквально недавно сгорел местный хлебозавод. Террористы обстреливали депо и вагоноремонтный завод. И можно сказать о том, что инфраструктура в Попасной сейчас практически разрушена. Видно, что пристреливались к хлебозаводу и потом вечером около 10 часов прилетело в наше здание. Тут нет никаких военных в этом районе. Просто стреляют по депо, по заводу. Вагоноремонтный завод он уже несколько раз обстреливал. А с венцем? Уничтожается инфраструктура. Вот сейчас в городе зреет настоящая гуманитарная катастрофа. Люди не получают ни пенсии, ни социальных пособий. Дело в том, что Попасная находится на линии соприкосновения. Там работают всего три магазина. И вот пользуясь сегодняшним затишием, волонтеры привезли туда продукты питания. Так. Вот так. Все, брат. И вот по нашей информации сегодня на Донбасс зашел очередной гуманитарный конвой из России, уже 16-й. А как правило, именно после него обстрелы усиливаются. Наташа. Да, Стас, спасибо. Станислав Кухарчук был с нами на связи. Еще один мой коллега находится сейчас в зоне АТО. Это Ярослав Кречко. Слава, здравствуй. На твоем участке боевики отводят технику? Станислав Кухарчук был с нами на связи с тем, что боевики отводят тяжелого вооружения. Наши военные, наоборот, наблюдают накопление сил и перемещение техники боевиков недалеко от линии фронта. Кроме того, там боевики постоянно нарушают режим прекращения огня, используют стрелковое оружие. Наши бойцы на провокации не отвечают. На некоторых постах мы даже видели зачехленные автоматы. Это для нас перемоги. А для них? Какие там перемоги? Ну, сегодня. Сегодня также стреляли. С этого боку. Вчера стреляли. Бесед были, как раз приезжали. Мы стреляем почти каждый ранок, каждый вечер, что это и по звуках, и по всему, что это информация, что технику. Чи ротацию делают, чи подводят. Что это ближе и закрепляются на этих позициях. В населенных пунктах в районе Бахмутской трассы сложилась катастрофическая ситуация. В поселке Новотошковской от обстрелов боевиков пострадал практически каждый дом. В поселке проблемы с питьевой водой, медикаментами, продуктами. Сейчас туда понемногу завозят гуманитарную помощь. Пожалуйста, сделайте нам свет, скажите. Поселок Новотошковка, сделайте нам свет, пожалуйста. Второй месяц не цвета. А я тут одна. С котами бедствую. Бахка ведь под койку лягла. А куда деваться? Большинство людей в поселке из своих домов переселились в подвалы. Живут там по 8-10 человек из укрытий. Выходят только днем. И несмотря на то, что арт обстрелов в последние дни там не было, возвращаться домой боятся. Вот буржуйку топим, дров нарубали, деревья пиляем. Вот. А здесь мы ложимся спать. Вот тут мы и живем, как ночные жители в пещерке. Вот такие новости у меня сегодня из Луганской области. Наталья. Спасибо, Ярослав. Ярослав Кречко о ситуации в районе Бахмутской трассы. Как живут простые люди в оккупированном Донецке и Луганске? Что с бензином, что с продуктами, с лекарствами? Давайте послушаем жителей оккупированных территорий. Космос, сцены во всем. То есть продукты просто космические. В аптеках, к сожалению, очень мало что есть. И, естественно, отсутствие зарплат, слава богу, одно, что вот не стреляют. Полная блокада, никуда не выехать. Бензин у нас 133,50. Его практически нет. С полок все сметается, у людей ажиотаж. Люди берут абсолютно все, сметают. Не смотрят ни на цены, ни на что. Никто не ожидал такого скачка доллара. Соответственно, у нас тут тоже все как бы поднялось. И дороже процентов на 15-20. Все жалуются, что невозможно пропуск получить. Просто нереально выехать за пределы оккупированной территории. Переоформить выехать пиццу тоже просто нельзя. Последствием массовой информации прошло, что наехало большое количество гуманитарных помощей. Гум-конвоза около 1000 тонн. И это вызвало определенный скандал. Управление образования на силу продавило. И теперь вот из этой гуманитарки должны организовать школьное питание детей и различными консервированными продуктами. Это очень опасно. Никто не хочет брать на себя такую ответственность. Война до чертиков надоела. Хочется мирное. Но сегодня стрелянина хорошая была. И ночью все люди, которые, я говорю, такое в аэропорту было. Сейчас подстреливают. А мы там, как пошли посмотрели, так без лекарства не пойдешь. Дома горелые. Дом разбитый. Стекло. Кругом в квартирах лазят мародеры. Бародеры почти люди с тепла убегали, потому что как только ночь начинается, так и начинаются стрельбы. Владислав Сурков, советник президента России, координирует террористов на Донбассе. Глава СБУ продемонстрировал темники от Суркова главарям так называемых ЛНР и ДНР. В документах ЦУ о том, какой должна быть их реакция на действия украинских властей. Цитаты документа почти полностью совпадают с тем, что впоследствии говорили лидеры боевиков на своих медиаресурсах. Валентин Наливайченко отметил, что служба безопасности продолжает собирать доказательства причастности Суркова к управлению группами спецслужащих ФСБ во время событий на Евромайдане. Террористов в Харькове также координировали из России, говорит Наливайченко. По его словам, для теракта в прошлое воскресенье боевики получили указания, оружие и 10 тысяч долларов из главного разведуправления Генштаба России. В Харькове и области задержано уже 11 человек, причастных к терактам. Все они дают показания. Еще двое подозреваемых скрываются в российском Белгороде. Ночь. Нацбанк. Силовой разгон протестующих. За что избили активистов валютного Майдана и кто понес за это наказание? Подробнее Елена Митясова. Вот так, без церемонии и разбирательству стен нацбанка началась генеральная уборка против активистов финансового Майдана. Несколько десятков столичных милиционеров. Начали просто силой, как во времена Януковича, вот точно так же. Просто тупо начали всех душить, бить палками. Одному сломали челюсть, троих забрали в скорую. Палатку, в которой прятали от дождя еду, милиционеры снесли, а в тракторе уехала половина личных вещей, говорят люди. Теперь мы не уйдем вообще отсюда. Просто не уйдем. Потому что если эта власть сейчас делает то же самое, что делала прошлая власть, то что мы поменяли в этой жизни? Ничего. Эти митингующие стали заложниками валютных кредитов. Большинство из них, говорят, брали ипотеку, когда доллар стоил еще 5 гривен. И платить по кредиту по нынешнему курсу просто не в силах. Вот и стоят теперь уже 11 месяц с перерывами у стен НБУ. За что их избили? Недоумение и само Министерство внутренних дел. Арсен Аваков с самого утра в Фейсбуке принес извинения и сообщил. Причастны к инциденту уже наказаны. Начальник Печерского райотдела милиции уволен, его зам отстранен. Детали потасовки личного активиста узнает советник министра. Поскольку вчера не было каких-то нападений на здание Национального банка и митинг был совершенно культурный, нормальный, то я сам считаю, что то, что было сделано сотрудниками милиции под руководством одного из начальников, одно из родилов, это неправильно. По факту столкновения уже возбуждено уголовное дело. Расследовать его будет комиссия во главе с двумя заместителями министра. Экой Сгуладзе и Сергеем Яровым. В министерстве хотят еще инициировать рабочую группу при Национальном банке, которая найдет решение этого экономического опроса. А вот что думают о случившемся в СБУ? Спецслужбы уверены, ситуацию вокруг Национального банка дестабилизируют российские спецслужбы. Один из ликвидованных, так званая помылька, правильная машина, коммерциальных банков, міський коммерциальный банк, который раскрав с фонду гарантирование вкладов физических осіб 3,6 миллиардов гривен, цинично его кореннистство, наймая так звальных протестувальников, провокаторів, и сбурить ситуацию, и доводять ее в том числе до подій, які мали вчора місце. Сама же Гонтарева потасовку назвала провокацией. К пикетчикам представители Национального банка так и не вышли. Елена Митясова, Сергей Кучеренко. Подробности телеканал Интер. Годовщина премьерства Арсения Яценюка. Что изменилось за 365 дней? Что обещал премьер? Что важно сейчас? О чем договариваются коалиция и Кабмин? Екатерина Лысенко, подробнее. 371 голос. Це рекордна кілька звустили, яку парламент видал за премьер-министра. Вітаю, Арсений Петрович! Ровно год назад Украина получила нового премьера и новую команду министров. Глава правительства тогда красочно описал и свою судьбу, и судьбу всего Кабмина. Щодо доли нового уряду. Відверто вам скажу про те, що звичайно це уряд политичних камикадзи. Кто-то пришел з Евромайдана, кто-то із партии, но тогда эти люди взяли на себе ответственность за страну. Через полгода Яценюк грозился уйти, но остался. А потом, через три месяца, он получил еще один вот им доверие. От нового парламента и от новой коалиции. Его снова избрали премьером. Яценюк обещает реформы и опять говорит о том, что будет нелегко. 2015 року буде складніше, ніж 2014 року. Все в наших руках вперед до роботи. Прошел год. Правительство, в общем-то, нормально чувствует себя. Премьер-министр тоже, он политический окреп. А вот экономика в положении камикадзи. Пустые цеха, забастовки в трудовых коллективах, тысячи закрытых предприятий, сотни тысяч людей на улице. Всего за год промышленное производство упало более чем на 10%, во многих отраслях и на 20%. Полный развал банковской системы. Это правительство блогеров, которое больше времени проводит в интернете. Мы все прекрасно понимаем, что ситуация сложная. Но то, что мы видим сегодня с ценами, которые формируются на лекарства, на топливо, на продукты питания. Нельзя пустить ситуацию на самотек. Что можно точно сказать в плюс? Это плюс на дипломатическом фронте. Мы однозначно имеем правительство международного сообщества. Это не только заслуга правительства Яценюка. Это понятно, что это заслуга и президента Порошенко, потому что внешняя политика – это его. Мы не можем пока что констатировать масштабных изменений в экономике, в инвестиционном климате, в борьбе с коррупцией. Это депутаты самой большой фракции парламента. Блог Петра Порошенко всем составом сегодня встречается с премьером. Парламентское большинство оценок премьеру сегодня не дает им бы найти общий язык. Всю неделю Яценюк встречается с фракциями коалиции. Говорят о том, как и за что жить в стране и как менять бюджет. Но все упирается в то, что уряд не друкует гроши и гроши дает экономика. Нам для того, чтобы выплатить пенсии в мизерном виде, в каком есть, в пенсионном фонде не хватает в год 80 миллиардов. Менять бюджет будут в понедельник. За закрытыми дверями сегодня только обменялись мнениями, как голосовать окончательно не решили. Базово мы бюджетово творчества закону уряду и звену до бюджета поддерживаем. И есть вопросы депутатов 12,5 миллиардов в компенсацию в тарифах. На наш взгляд, этих денег не выстачит. Надо искать дополнительные деньги. О реформах сейчас правительство не говорит. Главное – получить кредит МВФ, в котором так нуждается экономика страны. Екатерина Лысенко, Татьяна Винникова, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер». Впрочем, тема реформ стала предметом отдельного разговора. Больше часа премьер общался сегодня с журналистами семи украинских телеканалов в прямом эфире. Яценюк заявил, что стабилизировать обменный курс на нынешнем уровне вполне реально. Напомню, сегодня курс «Назбанка» 27,76 гривен за доллар. Удержав национальную валюту, правительство надеется справиться и с ростом цен. Обвинение в отсутствии реальных реформ премьер отвергает, перечислив 8 наибольших достижений за минувший год. Говорит, урезаны бюджетные расходы, сокращенно парад госчиновников, серьезные изменения в сфере энергетики. Количество налогов сократили вдвое. По словам Яценюка, украинцам просто нужно время, чтобы почувствовать результаты реформ его правительства. Эти реформы для уряда, которые я осуществлю, не могут быть результативными по одной простой причине. Мусит пройти час. Выиграет от этих реформ следующий уряд и следующий премьер-министр. Я на это святомо иду. Я вам скажу, что после моего премьерства, этого сложного премьерства, шансы на то, чтобы поддерживать свой политический рейтинг, очень-очень низкие. Если не уровень нулю, другого шляха, ничего, я сейчас вам сказал, нет. Слабость гривни – дело рук правительства. Так считает третий президент Украины Виктор Ющенко. В интервью изданию «Зеркало недели» он называет несколько причин стремительного падения национальной валюты. Это огромный дефицит бюджета, который покрыть попросту нечем. Только официальная цифра – 65 миллиардов гривен. Тогда как, по оценкам Ющенко, еще в прошлом году дыра в государственной смете была почти вдвое больше. Соответственно, включают печатный станок. Ну и еще одна проблема – это недоверие людей к экономической политике Кабмина и банковской системе. За год украинцы вывели свыше 130 миллиардов гривен, которые хранились на депозитах. Кто вынуждает украинцев оставить машину в гараже и пересесть на маршрутке? И почему отечественный бензин теперь стоит как импортный? Что происходит на украинских заправках, выяснял наш корреспондент. 24 февраля не только доллар и евро взлетели до небес. Туда же взмылись и цены на бензин на украинских АЗС. Курс американской валюты по Натсбанку – 28 гривен 35 копеек. В обменках – по 40. Импортный бензин местами почти 29. Эксперты рынка говорят – это неудивительно. Странно другое – заправки, торгующие отечественным топливом, тоже подняли цены. Тогда только за сутки АЗС «Укрнафты» прибавили к каждому литру украинского бензина гривню. Сегодня же стоимость укрнафтовского топлива стремится к 27 гривням за литр. Цены завышены как минимум в треть, потому что и нефтепродукт отечественный, и переробка отечественная, и транспортировка позволяют продавать бензин по цене не более 17-18 гривен за марку А95. Все остальное – это сверхприбыли. Те предприниматели, я их не могу назвать предприниматели, те люди, которые владеют нефтепереробкой и продажей нефтепродуктов в Украине, они, безусловно, используют сейчас критический момент. Сверхприбыль предприятия должна быть выгодна нашей стране, говорят эксперты. Но, по их данным, поступлений в бюджет нет. 10 октября 2014 года укрнафта пообещала выплатить государству дивиденды за предыдущие три года. Это почти 2 миллиарда гривен. На то время – 137 миллионов долларов. Но деньги так никто и не заплатил. А по сегодняшнему курсу эти 137 миллионов уже превратились в 55. Их укрнафта тоже не спешит отдавать. В последние дни нельзя сказать о том, что заправки, контролируемые группой «Приват», оказывают на рынок стабилизирующие действия. Наверняка необходимо приводить все к общему знаменателю и не допускать того, чтобы финансовые и промышленные группы, пусть даже приближенные к власти, диктовали свои условия государству и его гражданам. Антимоскопольный комитет сейчас не работает и не реализует функцию государства относительно защиты прав потребителей, защиты прав граждан, относительно цены на бензин завышенной. Мы обратились к руководству укрнафты, попросили ответить на простой вопрос – откуда берутся такие цены на их заправках? Написали официальный запрос. Уже в который раз. Ответа нет. Оксана Григорьева, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Он не сбежал, сбежали остальные и сегодня он на скамье подсудимых. Бывшего главу Киевской городадминистрации Александра Попова обвиняют в пособничестве силовикам, которые разгоняли Евромайдан в ночь на 30 ноября. На первом заседании суда была Ирина Баглай. Дело против себя считает политическим, но скрываться Попов не захотел. Изучив дело, уверен, доказательств его причастности к избиению в ночь на 30 ноября в 2013 нет. Попова обвиняют в пособничестве силовикам, которые избивали мирных людей на Майдане. А вот заказчиков и руководителей операции в этом деле нет. Интерфигуранты сегодня должны выкористовывать закон про амнистию. Я виднего видмовывался. Все справа, я по-российски скажу, отвлечения на негодный объект. Вот в оперативной деятельности есть такое понятие, когда нужно отвлечь внимание на какую-то одну версию, чтобы уйти от другой, более важно. Его вина распорядился установить новогоднюю елку именно в ночь на 30 ноября. Приказ получил от Клюева. Об этом экс-глава столичной администрации Попов снова говорит под стенами суда. Что касается Клюева, этот звонок до меня был действительно. Я буду это безумно говорить в зале заседания в суде. Он действительно запропоновал мне быть готовым завезти елку на 29 листопада. Подробности, как получил приказ и почему не отказался выполнять, Попов пообещал сообщить на суде уже во время разбирательства по сути. Но ответ на этот вопрос в своей книге «Расследование о событиях на Майдане» уже опубликовала журналист Соня Кошкина. Клюев пользовался огромным уважением во властных кругах. И его слово, вне зависимости от того, какую должность он занимает, было достаточно веским и авторитетным. Никто никаких вопросов не задавал. Но непосредственно тем человеком, который, скажем так, был на телефоне с Клюевым в ту ночь, это был Севкович. Действовали спешно. Как рассказала автор книги, елку могли установить позже. Но, по словам Попова, операция по разгону, которой лично руководил Клюев через Севковича, была на грани срыва. Очевидно, что решения принимались на самом верху. В ходе расследования этой темы, когда я работала над книгой, все следы вели к Андрею Клюеву. По инсайдерской информации Сони Кошкиной, в ГПУ есть письмо руководителя кровавого разгона. В нем Клюев отрицает свою причастность к избиению студентов. Впрочем, сам обвиняемый в массовом убийстве Клюев в бегах, как и его команда, экс-зам Владимир Севкович и экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко. Они объявлены в розыск. И предположительно, все, как и их шеф Янукович, нашли приют в России. Пока же на скамье подсудимых только Александр Попов. Следующее заседание суд назначил на 13 марта, в связи с отсутствием всех пострадавших. Ирина Баглай, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Ну и мэру Харькова Геннадию Кернесу ГПУ собирается вручить подозрения в совершении преступления. Об этом сообщил генпрокурор Виктор Шокин. Утверждает, следователи уже выехали в Харьков. Кернесу инкриминируют хулиганство, незаконное лишение свободы и пытки людей. За последнее преступление предусмотрено наказание от 5 до 10 лет тюрьмы. Оппозиционный блок уже выступил с заявлением, в котором назвал такие шаги генпрокуратуры в отношении Кернеса Сафари на инакомыслящих и политическими репрессиями. И обратился к международным правозащитным организациям призвать украинские власти прекратить подобные репрессии. И еще одна годовщина. Ровно год назад зеленые человечки захватили Совет Министров и Верховный Совет Крыма. Это произошло на рассвете, а уже через несколько часов на админзданиях вместо украинских флагов появились триколоры. Ближе к обеду в Верховный Совет созвали депутатов на внеочередную сессию. Клорума не было, но это не помешало начать фарс проголосовать за проведение референдума о статусе полуострова, отправить в отставку всех министров вместе с премьером Анатолием Могилевым и вместо него назначить Аксенова. В тот же день военные Черноморского флота России начали рассредотачиваться по городам автономии. Многие украинские воинские части были блокированы, либо захвачены. Поначалу Путин будет утверждать, что российских войск в Крыму нет, но позднее он все же это признает. Дальше был так называемый референдум и полная аннексия Крыма. Ну а в Кремле годовщину аннексии украинского Крыма решили отмечать на государственном уровне. Неофициальная день сил специальных операций в народе зеленых человечков. Возведенная в культ интервенция и ее символ неуловимая кошка в черном чулане, о которой говорил год назад Шайгу, до сих пор правда непонятно, то ли она вежливая, то ли просто сдохла. Стоит ли радоваться российской власти и как долго будет продолжаться этот банкет? Подробнее Данил Русаков. Своё выступление перед западными журналистами Михаил Ходорковский организовал всего за несколько дней домасштабная акция оппозиции в Москве. Он числится в организаторах антикризисного марша «Весна». Хотя в столицу России политик пока ехать не собирается. Собственно о кризисе и шла речь. По словам бывшего владельца компании «ЮКОС», несмотря на хорошую телевизионную картинку, кремлевский лидер пребывает отнюдь не в самом лучшем состоянии. И даже ручное управление потоками миграции диких журавлей ситуацию не исправит. Совместная охота с тиграми оптимизма тоже не приносит. Самого Путина Ходорковский назвал голым королем, а ближайшее будущее своей страны охарактеризовал вот так. России предстоит долго стоять у постели больного императора и с ужасом наблюдая агонию режима. Процесс угасания будет очень болезненным для граждан России и опасным для международного сообщества. В программе запланированного шествия оппозиции ситуация на Донбассе тоже значится. Вот цитата с официального сайта мероприятия. «Дословно немедленное прекращение войны и любых агрессивных действий в отношении Украины. Конечно же, о Донбассе в Лондоне Ходорковский тоже говорил». Путину Донбасс не нужен. Путин хочет определять судьбу мира. В переговорах с президентом Соединенных Штатов. Объяснить ему, что сегодня судьбу мира так определять уже невозможно, пока никому не удается. Донбасс и Украина в целом только инструмент в достижении этой цели. Еще один вопрос, который скорее рассмешил Ходорковского. Не опасается ли он за свою жизнь в Лондоне? Есть примеры и Березовского, и Литвиненко. Политик только коротко заметил. Последние 10 лет провел в тюремных бараках. И что такое месть власти, знает не понаслышке. Данил Русаков, Олег Неведовский, Московское бюро, телеканала Интер. В Испании масштабная операция задержали легионеров так называемых ДНР и ЛНР. Кто эти люди и как их вычислили? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. В век информационных технологий оставаться инкогнито непросто. Это съемки ДНР-телевидения. На отжатых джипах и БМП едут бойцы батальона «Восток». Бригада «Восток» интернациональная. Тут есть испанцы, грузины, осетины. Это Рафаэль Мюниус и Ангел Девил Ривас. Засветились испанские гости на российском канале ОРТ. Правда, по версии журналистов, воевать парней не пустят. Они гораздо важнее в тылу. Пусть смотрят и запоминают, чтобы, вернувшись в Испанию, рассказывать, что на самом деле Киев делает с населением Юго-Востока. Но испанцы стали рассказывать, не покидая Донецк. Впрочем, в Испании с комрадами решили не церемониться. Сегодня стало известно, в условиях строжайшей секретности, полиция синхронно в Барселоне, Мадриде, Караресе и других городах страны задержала восьмерых легионеров ДНР, ЛНР, только что вернувшихся с востока Украины. У них дома каски, берцы, тематические нашивки и оружие. Много оружия. Обвинения весьма серьезные в причастности к убийствам, незаконным хранениям оружия, а также в действиях, направленных против интереса Испании. Трое из задержанных – бывшие военные. Остальные называют себя кто коммунистами, кто антифашистами. Вычислили их по тому же видео и по постам в соцсетях, где солдаты удачи позировались автоматами, триколорами в руках и хвастались, что теперь умеют делать взрывчатку. Имена задержанных не разглашаются, только инициалы. Одни из них полностью совпадают с именем вот этого парня слева – Рафаэля Муниса. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Приличная семья, отличник, а в итоге – жестокий палач террористов ИГИЛ. Как такое могло произойти? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. В Нью-Йорке экстренная встреча Совета Безопасности ООН по Украине. Что на ней обсуждали? Почему Россия была против этого собрания? Какие новые данные получила американская разведка? Ответы в материале нашего САПКОРа в США Дмитрия Еловского. Совбез собрался в экстренном формате по требованию британцев и американцев. Форма заседания не самая привычная. Телемост и штаб-квартира ООН с Украиной, где о результатах минских договоренностей отчитывались глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эрдугру Апакан и представитель ОБСЕ в контактной группе Хайди Талиавини. В целом европейцы отметили позитивные тенденции. Это отвод вооружений с линии огня и сокращение боевых действий. Чиновники ОБСЕ понадеялись, что и дальше конфликт будет разрешаться. Интересно, что Россия этого заседания не очень хотела. Виталий Чуркин говорил, что сейчас такое заседание – это пустая трата времени. Дайте людям поработать на Донбассе. На самом деле, каждый совет безопасности для российской делегации означает бомбардировку Чуркина разными неудобными вопросами от американцев и европейцев. Но в этот раз как-то обошлось. Что касается ситуации на востоке Украины, то тут у американцев куда менее позитивные прогнозы, чем у ОБСЕ. Разведка США говорит о готовящемся наступлении на Мариуполь. По мнению директора национальной разведки Америки Джеймса Клэппера, план Кремля заключается в том, чтобы соединить Крым с территорией России по так называемому сухопутному коридору. Что касается поставы Киева оружия, то Клэпер выступил в принципе за. Хотя сам считает, что это может привести к эскалации конфликта. А вот его коллега из разведывательного управления Министерства обороны страны, генерал Винсент Стюарт, считает, что США не смогут быстро поставить оружие на Украину. Что значит быстро, в свою очередь удивляется Джон Маккейн. Сенатор считает, если нужно, оружие может быть в Украине уже на следующий день. Это смешно, сказал Маккейн, ведь есть грузовая авиация. Ну она, конечно, действительно есть. Но пока что подниматься в небо и везти на фронт оружие не собирается. Даже данные о планируемом наступлении на Мариуполь до сих пор не заставили президента Америки начать поставлять Киеву летальное вооружение. Дмитрий Львовский, Юрий Романик. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Это его первая поездка во Львов как народного депутата. Впереди еще много городов во всех областях. Что инициирует Береза и как его встречает Львов, смотрите в сюжете. Львовская национальная музыкальная академия. Здесь по просьбе друзей и единомышленников нардеп Береза собирает совет. На фасаде ни одной афиши. Будет ли собрание, не знали до последнего. Мы приехали сюда, у нас была договоренность о том, что нам дадут помещение для встречи с выборцами. И вдруг стается так, что нам говорят, что им передзвонило начальство, руководство и говорят, что неможливо встретиться с людьми. Но ректор на камеру доброжелательный. Мол, никто ничего не запрещал, просто не поняли друг друга. В конференц-зале академии масса желающих задать вопрос об экономике, курсе доллара, коррупции и судах. И даже рекомендуют. У Березы один рецепт. Власть должна брать на себя ответственность. И вот, что он собирается делать. Мы делаем партию, новую политическую силу. Это нужно делать для Украины. И сейчас мы будем пытаться переходить от разговора к действиям. У нардепа работы много. Вопросов и проблем у львовян тоже. Главное, реформ нет и ничего не изменилось. Так как мы ходим в городскую раду и добиваемся своих прав прогортожить, то они уже вошли все в станции и нас вертают назад, куда нам идти дальше. Мы уже зашли в тупик. Обовязково треба была политическая сила и подключать все телебачки, потому что наши правоохоронные органы куплены. Сам нардеп начал с Львова, но собирается встретиться с людьми в разных городах по всем областям. Главное для него объединить усилия. Леонид Аборин, Игорь Дед, подробности, телеканал Интер. Перекраивание экономической карты Украины – результат затянувшегося конфликта на Востоке. С учетом общего упадка экономики, большинство предприятий останавливаются. Но некоторые продолжают работать и даже умудряются развиваться. В чем секрет, узнавали наши корреспонденты. Еще несколько лет назад здесь было практически голое поле. Это самый молодой морской порт в Украине. Даже сейчас, когда экономика страны в упадке, тут наращивают мощности. В прошлом году в развитие было вложено 300 миллионов гривен. Чем больше мы обработаем, в данном случае, автомобилей, тем больше у нас будет накоплена груза, тем больше мы сможем отработать на экспорт. Для Николаева порт как спасательный круг. Когда судостроительные заводы остановились, рабочие оказались не у дел. Игорь – один из них. Теперь швартуют суда. В месяц получают около 6 тысяч гривен. Работает пару портов только. То есть, фактически работы нигде в городе нет. А здесь предприятие работает стабильно. Стабильно выплачивается заработная плата. Порт активно работает на экспорт. А значит, прибыль остается в Украине. Еще одна так называемая статья доходов – транзит угля. Уголь стал основным грузом, который мы перерабатываем. Позволил загрузить на 100% работой. При всех этих, казалось бы, благополучных условиях остается фактор государства, когда бизнес постоянно находится под давлением. Основное, наверное, чтобы власть не мешала работать достаточно крупному промышленному предприятию. Когда эти правила игры соблюдаются, то мы стабильно развиваемся. В таком непростом положении, в котором сейчас оказались многие предприятия и экономика в целом, главное, считает эксперт, сохранить специалистов любой ценой. Возможно, даже переводя людей на сокращенную рабочую неделю. Поэтому основной вопрос сегодня для крупного бизнеса – это сохранить человеческий потенциал. К слову, как раз высококвалифицированная рабочая сила – это была одним из конкурентных преимуществ Украины, которым пользуются бездарно и неэффективно. Быстро решить все экономические проблемы Украины – очень сложно, практически нереально. Но если будут созданы благоприятные условия для бизнеса, считают Федерации работодателей, справиться с проблемой – можно. Все компании, неважно, большие или маленькие, или средние, они пережили ужасную ситуацию 2014 года. Они верили сначала в президентские выборы, думали, что что-то произойдет. Потом ждали парламентских выборов, верили, что что-то произойдет. Конечно, вера – это хорошо, это правильно, но надо что-то делать. Поэтому я думаю, что сегодня бизнес находится в тяжелой ситуации, очень сложной. Но тем не менее, я уверен в том, что они готовы будут бороться, сражаться. Им надо хотя бы показать какой-то свет в конце туннеля, показать, что есть какая-то ситуация. И они будут заниматься. А для швартовщика Игоря, как и для всех николаевских портовиков, главная задача, чтобы их порт не повторил судьбу уже закрытых предприятий. Кирилл Ющишин, Баганаминов, подробности, телеканал Интер, Николаев. Отличник из приличной семьи, превратившийся в хладнокровного убийцу. Кто он? Палач террористов ИГИЛ, джихадист Джон. Светлана Чернецкая из Лондона, подробнее. Это благополучный район Кентингтон на западе Лондона. И новости о том, что именно здесь вырос самый безжалостный убийца исламского государства, стало потрясением для местных жителей. Джихадиста Джона здесь знают как вежливого и послушного мальчика по имени Мохаммед. Этот улыбающийся школьник увлекался футболом, болел за Манчестер Юнайтед и фанател от поп-группы S-Club 7. Его семья переехала в Лондон из Кувейта, когда мальчику было шесть. Мохаммеда отдали в англиканскую школу. Он был единственным мусульманином в классе и, казалось, полностью принял британский образ жизни. Наши семьи дружили, мы одного происхождения. Я знаю его маму, брата, сестру. У них хорошая семья, а эта новость просто шокировала меня. Эти кадры облетели весь мир. Особое внимание привлек акцент Палача, исконно лондонский, а речь выдавала в исламисте образованного британца. Американский журналист Джеймс Фоули – первая жертва джихадиста Джона. Позже он лишил жизни двоих земляков – британцев Дэвида Хейнса и Аллена Хэннинга. Сейчас борцу за халифат 27 лет, и эксперты ломают голову над тем, когда же произошла трансформация из перспективного программиста, закончившего университет Вастминстера, в хладнокровного убийцу. Европейцы, вопиющие за ИГИЛ, обычно из неблагополучных семей, низкого достатка и без образования. Но в случае в Великобритании вообще все по-другому. Мы уже знаем о десятках вполне благополучных людей из западного Лондона, сбежавших в Сирию и Ирак. Оказалось, британские спецслужбы знают Мохаммеда Эмвази как минимум с 2009-го, после неудачной поездки на сафари в Танзанию. Тогда его депортировали с подозрением на то, что он собирался присоединиться к террористам Аш-Шабаб. Тогда же контрразведка впервые попыталась завербовать мусульманина. Потом было еще минимум 12 попыток. Он был таким чудесным человеком. Простите мне, нелегко говорить, я знал его лично. Но когда же мы наконец поймем, что если относимся к людям как к чужакам, то они таковыми и станут? Скорее всего, в отношении секретной службы начнут парламентское расследование. Вопросов к ней много. Может, давили на Эмвазе и сломали психологически? Как упустили и дали сбежать в Сирию? Под микроскопом сейчас весь жизненный путь джихадиста Джона. В поисках места и времени, которые изменили его жизнь навсегда. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Буквально через несколько минут в нашем эфире ток-шоу «Черное зеркало». Евгений Киселев уже с нами на связи. Евгений, добрый вечер. О чем и с кем будете говорить сегодня? Ну, главная тема нашего сегодняшнего выпуска – это год премьерства Арсения Яцуника. Итоги, уроки, что будет дальше, почему так медленно идут реформы. В правиле мы были ждать от этого правительства чего-то большего. Вот это будет, очевидно, главной темой разговора. Но есть и еще одна очень важная тема, которой мы непременно коснемся. Это судьба Надежды Савченко. Потому что из Москвы приходят самые, что ни на есть, тревожные новости об ухудшающемся состоянии здоровья украинской летчицы, которая уже 76 дней держит голодовку. И что можно сделать для того, чтобы добиться своего освобождения? Вот этот вопрос мы тоже сегодня будем обсуждать. Сразу после окончания программы подробности. Спасибо «Черное зеркало» сразу после подробностей в нашем эфире. А я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»